В Волгоградской области зарегистрирован первый случай заболевания Конго-Крымской геморрагической лихорадкой. Житель Котельниковского района сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести. По словам специалистов Роспотребнадзора, 53-летнего жителя Котельниковского района, клещ укусил в мизинец и предплечье. При этом мужчина не только снял с себя насекомое голыми руками, без перчаток, как советуют в этих случаях медики, но и раздавил его. 29 мая у него поднялась высокая температура, он обратился за медицинской помощью, был госпитализирован в этот же день, была взята кровь на анализ и поставлен диагноз крымской геморрагической лихорадки. По оценке медиков, сейчас опасности для жизни пациента нет. Мужчина остается на лечении в Котельниковской центральной больнице. Всего, по данным специалистов Управления Роспотребнадзора, с начала года в регионе от укусов клещей пострадали 315 человек, в том числе 94 ребенка. Причем, как говорят врачи, чаще всего эти случаи регистрируются в городской черте. Около 64% составляют городские жители. У нас в Волгоград как бы бьет рекорды. При этом мы делаем дифференциацию, где произошло нападение клещей на даче, в природных условиях, в городских парках и скверах. Так вот, в природных биотобах и садоводческих участках порядка только 30% было нападение клещей. А все остальное в пределах городских скверов и парков. В районах, которые попадают в зоны риска по Конго-Крымской лихорадке, в основном это юг области Котельникова, Октябрьский, Роспотребнадзорам даны предписания провести профилактические мероприятия, скашивать высокую траву в парках и скверах и проводить опашку лесополос. Медики также напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при выезде на природу, а в случае укуса клещу призывают не затягивать с визитом в больницу.